Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире передача «Натуре» в студии Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов, Максим Киселев. И сегодня мы выходим вторую неделю подряд. Немножко отошли мы от нашей традиционной передачи через неделю, потому что мы очень хотим поговорить о первом, втором и третьем дивизионах. И у нас сегодня будут гости, мы все обязательно обсудим. Друзья, ну давайте тогда поговорим, премьер-лигу мы не касаемся сегодня, о премьер-лиге мы поговорим в нашей рубрике «Герой тура». Кстати, Вадим Фирсов, завтра выйдет статья, почитайте ее. Ну а мы поговорим о первом дивизионе. У нас сменился лидер, теперь им стал коммунар, так скажем. Ну они шли практически вровень с «Фениксом-9», но «Феникс-9» все-таки был впереди. Но вот после этого тура все поменялось. «Ультра», «Феникс-9», здесь неожиданная победа «Ультра». Вот сейчас мы и посмотрим видео этого матча. Ну неожиданно, согласитесь? Да, этот матч был очень тяжелый в плане эмоционального накала. И как раз в этом плане, мне кажется, что «Ультра» оказалась сильнее «Феникса-9». Ну и потом у «Феникса-9» сейчас тоже очень тяжелый график, постоянная борьба с лидерами. И, в общем-то, даже середины таблицы никто не уступает. Тут еще и внизу таблицы турнира тоже очень интересные перестановки нас ожидают, я думаю, в ближайшее время. Но и вот в середине «Ультра», мне кажется, провела очень достойный поединок, очень по делу, я бы сказал, бы ты назвал эту победу. Ну, в любом случае, первый дивизион очень длинный, соответственно, потери в нем неизбежны. И тем более «Феникс-9», правильно Дима сказал, играет на два фронта. И это крайне сложно. И в любом случае какие-то где-то потери будут. Плюс «Феникс-9» идет в лидерах, а на лидеров сами знаете, как настраиваются. Так же, как настраивается на «Комунар». «Комунар» играл с «Арсеналом». И здесь полная фиаско канониров. «Комунар» отгрузил шесть безответных мячей. Ну, «Арсенал» мы говорили, что есть определенные сейчас сложности. Но при всех вот этих сложностях «Команда» набирает очки и обыгрывает тоже такие хорошие коллективы. Мы в прошлой передаче обсуждали, как был повержен Дюпель-13, которому мы пророчили чуть ли не золотые горы в этом сезоне. Но сейчас «Арсенал» постепенно, потихонечку, в один где-то мяч, где-то в два. При этом сохраняет традицию и любовь к таким большим счетам. С классика вот 7-6 тоже выиграли, да? Да, да, да. То есть в этом плане от своего стиля не отходит, но при этом уже победы добываются. И уже 12 очков, вы посмотрите, в их активе. В принципе, еще немножко и покинут стыковую зону, точнее зону красную. Ну, там можно с 12-го места, с 19-го, прошу прощения, да, с 12 очками прыгнуть чуть ли не в середину турнирной таблицы. Поэтому действительно одна-две победы может изменить все, что угодно. Дим, вот таким у нас получился матч «Арсенал». Ты оговорился про «Дюпель». Неспроста. «Дюпель-13» встречался с «Атлантисом». Вот если бы «Дюпель» встретился с «Атлантисом» в прошлом сезоне, я бы сказал, что это будет шикарная игра, великолепная, да? Потому что примерно по стилю команды похожа, ну согласитесь. Да? Но в этом сезоне у «Дюпеля» что-то не идет. Вроде люди те же, может быть, в прошлый сезон слишком в них вселила вот эту уверенность, и где-то они думают, а сейчас будем на расслабоне играть, но по факту нет. 2-5 победа «Атлантиса». Почему он тоже отмечает этот матч? Потому что, я говорю, этот матч, в принципе, представлял собой интересное зрелище. Согласитесь. Соглашусь, но по факту стал самым, наверное, интересным и зрелищным матчем поединок между «Атлантисом» и «Градхум-17». Потому что счет едва ли не в 20 мячей, мы там увидели. 11-8. 11-8. Вот это вот, да. Настольный теннир спинпонг. Лучшая ликстрация к игре «Атлантиса». Они и сами играют, и дают играть. То есть забили просто больше, чем их соперник. Ну вот, собственно, как в матче с «Атлантисом-13». Они играют на расслабоне, спокойно, в пас. Они вообще не комплексуют, что проиграют, выиграют. Они играют в свое, действительно, удовольствие. И, тем не менее, они в зоне стыков. Это раз. И потом они, с ними бодаешься, бодаешься, а они на третьего, стеночка на третьего. Все, принял. А на свободные зоны. И они этим пользуются. Просто вот как орешки они щелкают. И футбол-то, как мы говорим, игра простая. «Атлантис» играет просто классика. Стенка на третьего, все, казалось бы. А против лома, как говорится, нет приема. Но этот треугольник головской Яшина-Ромащенко, да, ну, наверное, несмотря на то, что дивизион очень сильный, да, но какая команда может похвастать вот таким треугольником? Это раз. Мне кажется, что еще вот вторую лигу запусти. Профессиональную, я имею в виду, не нашу. Любительскую, да, а профессиональную, там будут они не хуже смотреться. Вот, Максим, поверь мне, точно. Ничего лишнего не делают, да, то есть, играют точно в пас, чувствуют друг друга, там, чувствуют открывание, да, и наказывают тут же за допущенные ошибки. И тот же Александр Чмутин, да, говорил о том, что вот с таким счетом 5-1 переиграли. Ну, абсолютно по делу, потому что, ну, не дают просто вот любые моменты, любые ошибки «Атлантис» реализовывает. И несмотря на то, что пропускают, тем не менее, ну, вот как по бразильской системе, да, вы сколько сможете, мы сколько захотим, у них это получается прекрасно. Так и происходит, я с тобой согласен. Еще одна команда, которая совсем недавно играла в западной премьер-лиге, это «Балтика-Крылатская». Тоже она очень плохо стартовала, но здесь отдадим мы все-таки должное Александру Нестерову и его коллективу, она начинает потихонечку набирать обороты. И вот победа над «Аланей» тому свидетельство, как думаете, или «Аланья» посыпалась? Вот хороший вопрос, потому что, на самом деле, есть такие же, в общем-то, вопросы не только к «Аланне», но и к тому же «ЦДН-2», да, то есть, несколько матчей упорных и при этом поражения, да. Что касается «Аланья», ну, мне кажется, что явно какой-то, ну, может быть, не кризис, да, назрел в команде, но после вот такого старта сезона что-то где-то надломилось, да, ну, явно, иначе… Ну, не можно просто команда выигрывать и в какой-то момент перестать. Перегорели, как вы думаете? Вот то, что давление, то, что вот иду без поражений, надо выигрывать, да, где-то… Ливан пытался все это в шутку, да, Максим помнишь, да, обыграть в шутку, перевести, вот, но по факту уже набралось, извините, 6 поражений. Тут, на мой взгляд, разные факторы имеют место. Например, тот же Ливан говорил, что его ошибка, что он не смог собрать команду надлежащим образом, например, на тот же Гимн Терос, да, то есть они проиграли 6-1, и когда шло обсуждение явки вообще на матче, там, сбор, не сбор, он сказал, что, ребята, это вообще наши проблемы, капитанов, руководителей, что у нас не сбор или сбор. Значит, это наш просчет, что мы не смогли собрать достойным образом команду, ее мотивировать, чтобы забрать, как-то, скажем, свои очки. Вот с Интеросом это имело место, потом потеряли третью строчку, чуть опустились, да, уже стало это давить на команду, да, если она шла в лидерах, уже как-то вот неприятно, да, то, что проигрываешь еще раз, там, в ничу с ЦДН-2 сыграли, еще одну игру проиграли Фениксу-9. Все это накапливается, и, может быть, сейчас какие-то мотивационные моменты нужно для команды находить, чтобы вот выходить из этого, ну, наверное, уже можно на пике, поскольку команда опустилась третьей строчки на десятую. Ну, да, Ливан Джоеву предстоит серьезная работа внутри своего коллектива, понять, откуда же идут вот эти моменты, да, что команда от головы, да, может быть, или от какого-то недонастроя, или отношения, может быть, кого-то к коллективу, команде, к игре. Ну, здесь внутренняя, конечно, кухня, но вот я говорю все-таки о Талане, мы ждем сейчас большего и какие-то уже, наверное, определенные, мы для себя, да, построили позиции, что Алания вот себя показала, и она должна соответствовать этому уровню, и не падать ниже. Наверное, самым ожидаемым, самым интересным матчем, ну, по афише, да, по турнирной таблице, это был турбина CDN2. Этот матч мы показывали, и, в принципе, он оправдал ожидания, 4-1 на победу турбины. Сейчас на ваших экранах видео голов этого матча. Ну что, турбина прет? Турбина прет, и CDN2 отстает, вот как я бы это даже подытожил. У CDN2 действительно какой-то тоже провал, я не знаю, может быть, с тем, что вернулся руководитель Игорь Геннадьевич Крылков. Он же имеет отношение к CDN2, правильно, непосредственно, или нет? Да, конечно, присутствует на матчах и помогает, в том числе и второй команде. И когда команда заходила в Первый Визион, да, вместо атлетики, как помните, то была, конечно, обязательно договоренность была, что именно будет CDN2. Называться коллектив, руководство убеждало, что надо какое-то другое название, может быть, придумать, но настаивали на своем, и, конечно же, отношение имеет. Но я бы, опять же, не стал связывать, ну, с появлением руководителя, приметами какими-то. Нет, я ни к приметам ни к этому говорю, но, тем не менее, да, что CDN2 какой-то тоже сейчас, то ли кризис после вот этого уверенного старта, может быть, тоже поверили. Команда же молодая, правильно? Она все-таки где-то настроена, чтобы построить, если CDN – это готовый продукт, скажем, да, который должен давать результат, то вот здесь, наверное, дает все-таки время на то, чтобы реализовать свой потенциал, в принципе. Да, но здесь касательно CDN2, ну, не секрет, что, да, внутри команды вращаюсь, могу сказать, что есть объективные причины, которые влияют на результат. В частности, вот, травмировал сейчас Евгений Кокаций, который прекрасно знаете, да, который выступал за Портера, за КПРФ. Когда он пришел, в основном на него строилась игра, ну, то есть, здесь секретов нет, потому что есть записи матчей, да, и это было видно. Ну, вот, получил травму, пока что, вот, перестраивается тоже команда, привыкает к новому нападающему, который за магистраль тоже играл, да, Евгений Родионов. Есть другие изменения, там, два игрока еще покинули Рябов и Минаев. Из Комунара перешел Рогачев, то есть, есть в команде изменения, которые происходят, да, и, несмотря на то, что сейчас середина сезона, продолжает наигрываться все-таки костяк. Нельзя сейчас про CDN2 сказать, что уже есть вот это вот цельное футбольное тело у этой команды, и что она вот сейчас способна держаться, может быть, вот в этой тройке, где она совсем недавно была. Но, тем не менее, процесс идет, и задача перед командой ставится. Зато у Турбина все хорошо, у команды живет полноценной жизнью, отлично играет, отличная атмосфера в коллективе, это видно по инстаграму, который у Турбин, наверное, лучший. Наверное, в ЛФЛ. Однозначно. Однозначно лучший в ЛФЛ. Но, друзья, все-таки произошел в этом матче и один очень неприятный инцидент, который, ну, наверное, надо заострить внимание. Галкипер. CDN2. Максим, называй. Да, Соловьев. Вячеслав. Предоставляю, да, это право тебе. Просто-напросто сыграл, ну, мягко говоря, некрасиво. Да, наверное, ты читал какие-то отзывы в интернете, вот, в том же инстаграме. Но, действительно, это выглядит крайне по-свински, простите меня за такое выражение. Ну, тут начну, я хотел бы с чего начать, что очень высокий настрой был у обеих команд на эту игру, да, у Турбины. Ну, вот Павел Седов писал о том, что для него встреча именно с CDN2 будет иметь принципиальный характер. Я еще не успел его спросить, почему именно CDN2. В тебе, наверное, причина. Ну, может быть, да, во мне, кстати, причина. Вот, но по факту, как бы, это было. И вообще, в целом, Турбину отмечают как команду, которая с высочайшим настроем выходит на все поединки. И просто вот в матче с CDN2 настрой зашкаливал. И, наверное, эмоции вот эти передались тоже игрокам CDN2. И как-то это повлияло на моральное состояние вратаря. Ну, все-таки настрой... Очень длинная логическая цепочка. Да, и вот я согласен, Дим, с тобой. Все-таки вопрос настрой, наверное, грязи, да, наверное, какого-то, он не должен переходить на согласие. Мы спрашивали Славу, что там случилось в этом эпизоде. Тоже мы, конечно, его смотрели, просматривали. Он сказал, что в этом эпизоде он наступился. Ну, тут уже как бы в чужую голову не залезешь. Я просто передаю, со что купил, зато продаю. Нет, 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 это понятное дело. У нас тоже есть момент этого эпизода. Поэтому вот сейчас на ваших экранах показываем мы его. Мы несколько секунд, там у вас есть полная свобода времени, чтобы каждому зрителю сделать, собственно, свое умозаключение. Вот, но мне кажется, и я от лица нашей группы, да, все-таки выражу такое мнение, что так играть нельзя, все-таки должны быть какие-то нормы футбольные. Да, в футбол футболу можно играть жестко, но все-таки хамить и вот переходить к какой-то грани, наверное, все-таки не стоит. В первую очередь мы все-таки все люди, которые варимся в одном котле. Ну, поэтому так. Друзья, давайте посмотрим таблицу бомбардиров первого дивизиона. Здесь у нас на первом месте по 22 забитых мяча. Олег Филатов-Константа и Фодорзинченко-Комунар. И что самое лично мне доставляет удовольствие, что нет забитых мячей с пенальти. Все забиты с игры, вот, настоящие такие бомбардиры. А почему не любишь с пенальти? Ну, мне кажется, все-таки это такой гол достаточно... Кутузов, например, с удовольствием в высшей лиге бьет пенальти. Нет, я не говорю, что они не должны бить пенальти, да, или они не считаются. Естественно, гол с пенальти это считается. Но голы с пенальти, они все-таки, ну, не настолько ценны, как вот с игры, да. Потому что, ну, можно... Чуть меньше весят, да. Чуть меньше весят, да, Максим, ты прав, чем игровые. Поэтому, ну, это лично мое какое-то внутреннее ощущение. Поэтому я рад, что и Филатов, и Зинчика забили именно с игры 22 мяча. У Зинчика вообще 20 передач, то есть он и отдает, и забивает. Это, ну, фантастический результат. 21 мяч рядышком. Леван Джиоев, Аланье, да. Четвертый, пятый. Ромащенко и Максим. 19 плюс 18, тоже такой гроссмейстерский результат. И Ромащенко, Атлантис. И Зайцев Андрей, это Интеррос, 18 забитых мячей. Вот она пятерка бомбардиров. Да, ну, вот, конечно, здорово, что представитель команды Интеррос, который на 17 месте, да, он находится в пятерке лучших бомбардиров. А если возвращаться несколько туров назад, там, по-моему, три тура назад, Интеррос вообще лидировал по забитым мячам, да, мы это отмечали. Команда тоже очень такая зубастая, умеющая хорошо забивать, но которой стоит пожелать, чтобы наладила она поскорее дела в обороне. Ну, а есть что-то добавить еще по первому дивизиону, может быть? Ну, взлет Кегли, похоже, что они все-таки собрались возвращаться обратно в высший дивизион, и что, вообще-то, дико, наверное, для этой команды в прошлом матче они выиграли со счетом 11-1. Для первой лиги вообще это удивительный результат, да? Для первой лиги, а для Кеглей это вообще... А для Кеглей абсурд просто. Ну, это наоборот, честно. И вот я видел игру, я не могу сказать, что классика была настолько хуже. Ну, нет. То есть, классика мог и где-то забить, и где-то не пропустить, но вот Кегли действительно практически реализовали все то, что создали. Здесь просто победы на опте. Но, опять же, я говорю, классика, это вот не то, что безнадежно 11-1, нет. То есть, классика боролась, имела момент, и, в принципе, теоретически этот матч мог сложиться по-другому. Может быть, понятное дело, победа Кеглей, но, может быть, там 3-1, 4-1. Тогда бы мы сказали, что уже, ну, какая-то борьба была. А так, действительно, полный разгром. Ну, по счету. Да, может быть, возвращение экс-игрока сборной Запада Сергея Гольцова повлияло на этот пассионарный толчок Кеглей, что они 11 мячей забили. Вот отмечаем этот факт тоже, конечно. Да, это не мираж, как мне сказал Дмитрий Капралов. Это действительно он. Сколько его не было? Сколько мы по Сереже посковали? Ну, несколько лет, да. Да, это больше, лет 5, может быть, где-то. Да нет, ну, года 3, наверное, 3. Ну, значит, так вот. Ну, в прошлом, позапрошлом не было. Ну, мы узнаем, да, у Андрея Гольцова, у его старшего брата, сколько все-таки Сергей Гольцов отсутствовал в Кеглях. Ну, что ж, поговорили мы о первом дивизионе, теперь мы поговорим о вторых, и теперь к нам еще и присоединятся гости. Идем дальше, поговорим мы теперь о вторых дивизионах, и обоих у нас будут сегодня гости. Ну, начнем, собственно говоря, по хронологии, по алфавиту, дивизион 2А. И у нас сегодня в гостях капитан команды «Сокол» Иван Лихоманов. Иван, добрый вечер. Здравствуйте. Команде 16 лет. 2002 год, это актуальная дата? Да, это актуальная дата. Абсолютно. 16 лет, это, ну, практически жизнь прожитая команда, и все время вы были у руля? Нет, нет, так получилось, что я пришел позже, значительно позже. Я присоединился к ребятам где-то в сезоне 11-12. До меня история, ну, я уже давал интервью Роме, который ведет нашу группу 2А. Там рассказывал подробнее о том, как команда начинала свое развитие, с чего она начиналась. Вот, я пришел с 11-го года, и вот, как бы, то есть, как бы, ну, я вкратце, конечно, знаю, как зарождалось, кто играл и как играл, вот. Но, как бы, подробнее могу рассказать только вот уже с 11-го года, что, как говорится, от первого лица. Это можно отдельно передачно. Да, здесь однозначно. Самый удачный такой общий вопрос, самый удачный год для «Сокола» за твое пребывание. Ну, наверное, самый удачный прошлый сезон, когда мы перед сезоном собрались и решили, что нам надо уже начинать ставить задачи какие-то. Ну, такая была критическая точка, скажем так, отправная, что встретились с ребятами, поговорили, что либо мы ставим задачи и выходим уже из третьего дивизиона во второй, либо, как бы, разбегаемся, чтобы, ну, зачем без задачи уже и так играем столько лет, да, и хотелось уже как-то, ну... Логично. Да, заняться делом. Так мы были середняком всегда, который мог там огрызаться с первыми, вторыми, третьими местами, всем дать бою мог скрутиться там, да, последними там, вот. А тут решили, собрались, что давайте будем выходить и, соответственно, вот за год мы добились поставленных задачи, вышли. Ну, наверное, при мне я бы назвал самым удачным сезоном. Паня, возвращаясь к названию «Сокол», вот есть известная школа, ну, пусть она, конечно, не такая крутая, как Сторгино, там, ФШМ, да, Спартак, но, вот, тем не менее, есть школа футбольная «Сокол», да, детская, есть какая-то связь? Нет, у нас нет связи, у нас, как бы, есть ребята, которые играли, ну, в школах, да, в спортшколах, но к «Соколу» никто никого отношения не имеет. А я бы... Даже я бы сказал больше к «Саратовскому» «Соколу» имеем отношения, потому что у нас ребята в заявке из Балакова, то есть тоже с «Саратовской». А я бы предположил, что, например, это метро «Сокол», вот, где-то, может быть, оттуда, с того района, да, северяне, так скажем. Здесь не стоит искать каких-то, нет, у нас просто так вот собрались, решили «Соколу», почему-то, честно говоря, сейчас даже не смогу сказать, почему. Вот у нас сегодня передача, она пересекается, значит, да, второй дивизион с первой лигой, и ты как раз сказал про Балакова. Ты, наверное, знаешь, да, команду, которая с Балакова играет, и, наверное, ждешь матча с этим клубом, да? С «Турбиной»? Да. Не, ну, мы, как бы, я лично, не знаю, я симпатизирую этой команде, мне, как бы, нравится, как они играют, подписаны на их Инстаграм, которые они ведут вообще сумасшедшим образом. Для меня, я не знаю, правда, кто этим занимается, но ведет просто супер. Павел Седов ведет, две страницы у него даже есть, да? Я просто, честно, я периодически что-то какие-то комменты пишу, там, ну, просто вот, ну, ни один пост не остается без внимания. То есть, ну, бывает, обычно листаешь там ленту, да, ну, обычная серая лента, а тут постоянно какие-то интересные мнения классно ведут. Ну, и, в принципе, ребята играют, ну, играют очень хорошо, мне нравится, как они играют. Плюс у нас ребята была Балаковские тоже, естественно, это их друзья, старые знакомые, братья Стофеева. Ну, вот, они, как бы, тоже там всеми же забывали. Что касается Сокола, есть какая-то задача выйти и сразиться с турбиной, допустим, в первом дивизионе? Есть такие перспективы, так скажем? Ну, я думаю, что любой бы руководитель бы хотел, да, ну, не стану лукавить, хотелось бы, конечно, чтобы команда поднималась выше-выше. Если конкретизировать, то, допустим, по этому сезону, я думаю, что нет, конечно. В идеале было бы, наверное, десятое место, чтобы я был совсем спокоен, восьмое было бы неплохо. Вот, ну, мы задач не ставили в этом году даже бороться за стыки, потому что мы прекрасно понимаем, что надо адаптироваться за этот сезон, понять, как вообще, как что, кто играет, в какой футбол. И уже, наверное, со следующего сезона будем смотреть, думать. Но единственное, очень, ну, как бы тяжеловато становится, я, как руководитель именно, я думаю об этом, тяжеловато становится ставить задачи выхода в первую дивизиону, учитывая, что команды даже в первом дивизионе уже играют со спонсорами и привлекают игроков, там, которым как-то кто-то платит, еще что-то. Просто у нас на данный момент такого возможности нет, чтобы приглашать таких игроков, которые... Есть же исключения из правил. Нет, есть исключения из правил, конечно, я спорить не буду, есть и неограненные алмазы, скажем так, да, которые там, самородки, которых можно поискать точечно, да, которые горят и жаждут играть в футбол без денег. Но пока вот перспективы такие, что закрепиться планируем. Мы сейчас поговорим еще о чемпионате внутреннем. У меня вот два вопроса. Первый, это про форму. У вас основная желтая, синий получается, да, и в ней вы постоянно играете. Висит еще красная с белым. Вот в ней, помню, у вас... Красная с белым – это наша историческая форма. Ну, чуть уйду назад, в сезон 12-13 мы закончили на 16-17 месте в третьей лиге. Ну, как бы это было предпоследнее место, и, соответственно, мы там, по-моему, даже без стыков просто вылетели. Ну, было, естественно, разделились мнения, и можно было купить место, как бы, обратно в третьей лиге, ну, и дальше барахтаться там. Ну, волевым решением, как бы, коллективом сели, подумали, что если уж мы... А это был не первый год, когда мы уже были на грани стыков и вылета, мы посовещались все вместе и решили, что если вылетели, то по спортивному принципу надо доказывать. И как раз вышли, вот, вылетели в четвертую лигу, там познакомились с Максом, когда там атлетика к нам зашла, как раз, когда, помнишь, зубодробительный сезон у нас был. Ну, там, в дубле. КПРФ, атлетика, КПРФ, атлетика, Ватутина, вот эта вот вся у нас была братва, скажем так. Вот. И этот сезон, как раз, мы сделали эту форму в знак того, что мы опустились на самое дно, скажем так. Ну, еще и Спартаковская она напоминает. Ну, поздравления с 1977 годом, когда Спартак был в первой лиге, чтобы вернуться обратно. Да, у нас просто там, ну, основной костяк, основной костяк и руководство, и, ну, большинство ребят, конечно, болеет за Спартак, но мы, естественно, не проводим параллели, потому что также есть ребята, и которые за ЦСКА болеют, за Локомотив, поэтому, ну, мы, да, мы предполагали там разные варианты, но самая гармоничная оказалась вот эта форма, вот, и, соответственно, мы сделали. Почему решили сменить? Нет, сейчас она где? Сейчас она есть, но просто поскольку люди приходят, формы уже не хватает, кто-то ушел, забрал футболки, и, соответственно, там осталось, может быть, мы есть один из, который... Очень сложно, да? Не, не, ну, мы вот в том году как раз с импульсом играли, потому что у них желтая была, мы пошли навстречу и собрали вот красную форму, сыграли в красную, в 15-3 проиграли. Ну, это похвально, что они в манишках. Больше не одеваем. Ну, конечно. Собственно, рады, что импульс, они в вашей группе. Честно сказать, ну, два яркого мнения, я, потому что, ну, вот, мне лично понравилось, как мы с ними сыграли, ну, в первом круге проиграли, как все, соответственно, 15-3, вот, а во втором круге просто, ну, мы шли-шли за ними, все-всю дистанцию, на втором месте, не отставая, ну, как бы, потом уже, естественно, отстали, ближе к концу, прилично отстали, но на второй круг я ребят настраивал так, что я говорю, ну, вы, как бы, имеете к себе уважение, да, то есть... Таким мужики-мужики, да, слова? Да, там было все-все серьезно, было без шуток, все поняли, там особо настраивать не пришлось, ну, и, соответственно, вот мы держались хорошо, мы первый таймс играли, там, 2-2, до 50-й минуты держалось 3-3, вот, и, соответственно, уже мы, там, какой-то ляп пустили, 4-3, посыпались, ну, 7-3, по-моему, закончились, ну, как бы, было не стыдно, по крайней мере, перед самими собой дали бою. Ну, еще один интересный момент, это Еврокубки, вы, так скажем, западную лигу представили лицом с хорошей стороны, Лига Москвы, у вас игра, вот, играли вы, флагма, значит, проиграл, мы говорили в прошлой передаче, вы выиграли, причем, у вас там драматически складывалось, два раза по 4-3, и 4-3 по пенальти, еще на 57-й минуте пенальти у вас не забилось. Нет, там, мы ответную сыграли 3-2, а не 4-3. По сумме? Ну, по сумме получалось, да, что ровно. Голы на выезде не считаются, да. Еще был не реализованный пенальти, который вас, в принципе, выводил же, по-моему. Да, 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 он напрямую, без пенальти, да, ну, просто я не совсем по той игре, я смотрел, мы играли с командой в ГИК, они там какое-то интернет-сообщество представляют, ВКонтакте очень большое там направление, у меня ребята в команде просто знали, что такое в ГИК, это группа ВКонтакте, я просто даже не... Большая? Да, там у них подписчиков, там, 200 тысяч, там, что-то такое, они очень популярны у молодежи. Вот, и мы первую игру с ними сыграли 3-4, проиграли на выезде, ну, тоже интересный опыт в любом случае, там, своих ошибок не допускали кучу, как бы, но соперник абсолютно равный, можно было выигрывать. И ответная игра получилась так, что я вот, ну, никак не смог присутствовать, к сожалению. Приехал, только успел дать установку, там, как-то вкратце объяснить, что надо делать, и что нужно в первую очередь бороться за то, что мы команда Запада, и они играют у нас дома, и надо дать такой бой, чтобы они больше не приехали, грубо говоря, сюда. Все правильно. Вот, да, как бы посыл был такой. И мне пришлось уехать, и я уже досматривал в машине, там, потом по пути домой, там, пока дела были, я досматривал в группе этого ВГИКа, онлайн-трансляцию они делали, там, ну, с корявого телефона, все дорожащее, но я сидел там последние минуты, вот так вот уже скрюченный, меня там трясло, ладошки потели, вот, и когда счет стал 3-2, мы повели... А ты сейчас первый проигрывали 1-2, да? Да, 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 там было... В концовке два мяча. Да, там 2-2, потом мы забиваем 3-2, уже вроде отлегло, но я понимаю, что это будут пенальти, и тут на последних минутах ставят пенальти в их ворота, и подходит наш нападающий Ваня Миченков, ну, я уже думаю, там без вариантов, там, ну, кладет, все, заканчивается, да, 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 неспокойно ты едешь. Да, и я спокойно, как бы, все, продолжаю свои дела. Смотрел, как он бьет пенальти или... Да, смотрел, но, картинка страшная была, и я только по реакции понял, что он не забил, и я понимаю, ну, все, сейчас будет валидол еще, там, минут 5-7, ну, и как бы, слава богу, ну, пенальти в лотерее, конечно, здесь ничего не скажут, поэтому нам повезло. Ну, вы рады? Да, мы очень рады. Понятно, что вы рады, я к тому, что вот есть желание пройти дальше, это интересно. Желание, ну, как бы, мы бы не стали даже участвовать, если бы не было бы желания пройти, и в первую очередь, наверное, просто рады, что это исторический момент для нас, да, мы первый раз попали в Еврокубки, в Малые, да, так скажем, прошли первую стадию, вышли во вторую, вот сейчас сыграли, проиграли 3-5 дома Дубровки. И пенальти в этом матче, кстати, был забит, да? Пенальти в этом матче был забит, забил я, да, так, по стечению обстоятельств получилось. Вот, но результат, конечно, не удовлетворительный дома, но мы с ребятами поговорили, мы не забили просто моментов и игры на две, ну, нам просто не перло в этот день. Ну, и же ответная будет, правильно? Да, будет ответная, но просто еще накладывается то, что пошел график две игры выходные, как бы мы не совсем привыкли так играть, да, то есть у нас чемпионат и кубок, вот, ну, в любом случае поедем в гости и дадим бой. Мы, кстати, с Максимом на выходных разговаривали про присутствие и отсутствие руководителя, ну, как это сказывается, и так Максим не верит в то, что, например, можно вообще что-то сказать, там, руководитель, например, уехал, команда выиграла, и там... Ну, приметы, приметы. Как-то не подшучивали, может быть, да вот, уехал, и... Честно говоря, я, наверное, поддержу Максима, я тоже не совсем понимаю, как мое присутствие может сказаться, ну, или отсутствие может сказаться на игре, то есть люди не могут разучиться играть за, там, одну игру, да, там, или за, там, 15 минут. Ну, фарт, условно, вот, фарт. Если вот про этот момент такой говорит, то фарт, допустим, да, может быть, если бы руководитель, да, не обязательно, там, ты любой, да, там был бы, например, пенальти бы не выиграли, да, а там вроде уехал, потом там, выезжаешь теперь всегда. Нет, ну, в это можно поверить, конечно, да, я не буду спорить, но я могу сказать, что руководство лично мое, да, то есть, что я понимаю, что я могу дать ребятам, я могу дать какую-то мотивацию в какой-то момент, да, то есть какой-то там подсказ, там, нужный, да, то есть, может быть, это не в каждой игре происходит, да, но иногда этот заряд придает, там, кому-то уверенности, кому-то может быть не уверенности, надеюсь что все всем уверенности но как бы ребята говорят что мое отсутствие сказывается когда меня нет хотя мне как-то ну не совсем понятно честно говоря иван непосредственно к чемпионату сейчас у вас 14 место да как можно расценить его да и последние результаты команда впечатляющий до 9-2 обыграли внукова да и 51 выстоять такую крепкую команду с таким крупным счетом что ну выстоять я сразу добавлю что меня не было поэтому ребят между прочим на вот в группе 2 в нашей все сразу написали вид ваня пора заканчивать если ребята без тебя так прут я готов просто прямо сейчас закончить главное чтобы они там можно заказывать трансляции смотри да 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 можно заказывать или даже приезжать просто где-нибудь вдалеке внукова да ну внукова мы с ними играли вот в тот в тот же год четвертой лиги как бы они поднялись 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 там всякие перетрубации были вот нет они заняли в четвертой лиге они заняли 13 место и тогда просто поднимали всех наверх там добирали и там вышло пол четвертой лиги в итоге не имела страну это из третьего вторую а в четвертый по моему они как раз 5 заняли вышли стреть нет тогда 5 заня заняла нова москва а 6 заняли мы и мы-то мы должны были играть стыки и не и нас подняли всех в итоге вот а что что касается новомосквы то я просто к чему сказал про чип про четвертую лигу что ну на мой взгляд отлично но не но не особо если изменилась команда да там пару человек добавилось но я не заметил особо там какой-то разницы ну просто у нас первый тайм был тоже такой серьезный мы 2 2 2 1 вели мне там в перерыве напихали полную пачку что я пытался больше по сыграть но чтобы как-то это самое чтобы с ребятами по взаимодействовать а мне просто перерыве искали не выхватит заниматься ерундой просто бей поворотом и все ну и вот во втором тайме чуть поднажали 9 я нападающий да она пришлось вылупить изо всех сил изо всех орудий но касается ну кого до очки 3 3 очка 3 очка взяли для для нас это очень важно каждый каждый что касается вас айды да все-таки наверно вас ай был фаворитом в ночь в текущей ситуации я совершу вот и достаточно уверены победа вот счет отображает то что происходило на поле ну со слов ребят меня вот не был еще раз повторюсь ну ну что рассказывали что вы просто подошли к этому матчу с такой позиции что но действительно вас сайт идет высоко нам как бы осаоса особо никуда лезть не стоит и мы решили просто сыграть надежно сзади в этой игре и выбегать в контратаке так получилось что это сработало конкретно в этой игре хотя мы в принципе но это не наш стиль игры мы не играем от обороны мы когда играем от обороны у нас все начинается но не очень хорошо против москвича вы играли против москвича играли да вот вот против москвича Наверное, в открытый ты точно не поиграешь. Единственное, сейчас, наверное, зацепить. Наоборот, мы играли с первых минут. И вот даже какие-то люди, которые знакомые, смотрели первые пять минут, когда ночью вы их хлопнули. А с какого-то жалея? С москвичом или с Ибульсом в прошлом году? Ну, это совсем разные игры. Просто мы с москвичом, честно скажу, подошли в таком состоянии, что было интересно просто выйти и посмотреть, что делают люди и что ты можешь на их фоне сделать. Получилось, как получилось. Мы, по-моему, проиграли из-за этого крупнее всех в лиге. Но я просто даже ребят не могу упрекнуть из-за этого. Да, естественно, второй круг будет другой. Мы сыграем совсем по-другому. Мы сыграем надежно, сыграем на результат, естественно. То есть, ну, получим, естественно, но это не будет стыдно. И мы не будем краснеть за это. От обороны сыграете? От обороны? Но мы не от обороны сыграем, а предельно сконцентрированно мы сыграем сзади. И попробуем реализовать все, что есть впереди. По поводу москвича и импульса, если сравнивать, ну, совершенно разные. Импульс – это машина, которая в атаке, три игрока, да, вот их трио, там, Деев, Лямцев и Миньич, они вот создают это трио. Ну, там просто очень тяжело. У нас вот ребята, которые… И макетеры такие. Да, у нас ребята, которые в некоторых играх сзади выгрызают все. Вот Дима Косякин у нас в серединке играет, ну, напорного. Он выгрызает все, что возможно. Но в этой игре он говорит, ну, я, ребят, против Лямцева ничего не могу сделать. Я, говорит, как только не подступаюсь, как ногу не ставлю, ну, ничего не могу сделать. Вот. Ну, мы все равно, качем, попросить проще было, да? С москвичем было проще, но не по счету, конечно, счет тоже там был за 10. Но с москвичем просто они играют в пас. Они играют в пас, они играют в пас на уровне, я не знаю, там их ночью разбуди, они выйдут в отбор. Ну, безусловно. Да, и вот… Ну, я напомню, что москвич ветераны, они выступают без права выхода в первый дивизион. То есть, в принципе, в следующем году вам еще с ними, наверное, встречаться. Есть, соответственно, если вы не выйдете. Да, потому что получается, что пятое место оказывается стыковым, а до пятого места у вас 9 очков. В принципе, учитывая, что там пари, что команда, как нереально. Вот в этом сезоне мне как-то вот самому даже спокойнее. Мы в том году у нас все на результат. Вот как бы нет ни минуты расслабленности, мы как машина перли вперед, и мы знали, к чему мы идем. Это давило. С этим тяжелее играть, тяжелее как-то вот мотивировать людей каждый раз. А в этом году как-то вот лично мне попроще, да? То есть, я знаю, что мы должны брать там очки определенные, но очень-очень важно именно как мы играем. То есть, ну, это расслабляет, что ты не гонишься обязательно, что нужно. А в конце сезона посмотрим в таблице. Друзья, давайте поговорим еще о матче, который были во второй лиге. В дивизионе 2А был центральный матч Тура, наверное, понимаете, о чем я говорю. Это встречался подиум и медик. Здесь победа подиума со счетом 2-0. Вот что можете сказать по данной встрече. При этом медик, напомню, сохранил лиги 100 в турнировной таблице. Да, первых два места встречались. Была очень оборонительная игра, прям такой настоящий итальянский ката-начо. Один из любимых счетов Макса, как он скажет, 1-0. Да, вот это самый любимый. И причем обе команды, они играли здорово именно в обороне. То есть, в первую очередь, вот был итальянский футбол. Ну, не знаю, для зрителей, наверное, это мучение. А с точки зрения результата, конечно, команды играли именно на него. Кстати, Александр Чмутин в большом интервью сказал, что самое главное для команды не пропустить. То есть, тоже он разделяет это мнение. И явно, что подиум и медик, если опять же не брать москвич, у которого на 3-4 игры меньше, подиум и медик – это самая непропускающая команда в 2А. И было понятно, что это будет осторожная такая игра, которая вряд ли закончится с большим количеством голов. Медик и подиум. Что, Иван, можешь сказать про эти команды? Я, на самом деле, заглядывая периодически в таблицу для себя, смотрю на первое-второе место и понимаю, что по делу. Но мы и с теми, и с теми сыграли. С медиком могли зацепить очки. Был самый первый тур, когда во второй мы начали играть. Могли зацепить очки, но не зацепили их. Ну, так получилось. Ничего страшного, я считаю. Но по игре я смотрю, как медик идет на длинную дистанцию. Вполне команда оправдывает те места, на которых они находятся. При этом имея задачу не выйти в первый дивизион. Ну, вот если интересно, выйдет все-таки. Наверное, надо идти в первый дивизион. Не солидно. Ну, вот Дмитрий Сырюб мне сказал, что задача не вылететь и не выйти. Вот такая вот. Не вылететь и не выйти. Ну, хорошая задача, поэтому медик идет первым. Что еще интересного? Было в Москве еще, кстати, хотел спросить. Олимп обыграл 2-0. 2-0 это победа такая для Олимпа? Наверное, это надо у ребят из Олимпа спросить. Ну, с точки зрения результата. Москвич, мы смотрим, всех обыгрывает с крупным счетом. Если у кого-то выигрывает 2-0, 2-1 или с одним мячом, это можно признать успехом? Ну, каким-то локальным, наверное, можно, да. Именно вот, чтобы смотреть потом в таблицу и понимать, что... Ну, как бы, как можно добиться этой победы? Поставить автобус, да, и вот всю игру мучиться, можно так сказать, да. То есть, ты отбиваешься, отбиваешься. Ну, как бы здесь на любителя, да. У меня как-то вот больше в любом случае... Жозе Моринио, получается, как Гвардио. Идет. Смотрите, Red Zori у нас тоже интересный коллектив и флагман, который вот борется здесь, 5-6-7 места, как раз 6-6, Red Zori седьмые. Red Zori в этом туре проиграли Маккарени со счетом 6-7. Вот Маккарена, кстати, тоже тут обыгрывает нестандарт, тут крупно обыгрывает сейчас Red Zori. Вот что можете по этому сказать счету? 7-6. Ну, у Red Zori есть лидер. Ну, да, Богдан Петыш, который... Богдан, как он просит называть себя. Я тоже себя Богдану. В молодежную просто он вызывался в сборную, и он говорит, я Богдан. Вот, поэтому тоже. Ну, обычно так... Я просто так понял, что он в этом году стал чаще приезжать. Просто мы вот играли с ними в том году в третий. Ну, крепкий, хороший середняк. Они в итоге там под конец... Он, видимо, стал приезжать чаще, и они вот вышли в стыке, по-моему, или вроде без стыков, в итоге вот вышли во вторую. Ну, как бы для меня, честно, это не сенсация. Я прекрасно вижу, как он играет, да, и как ребята играют с ним вместе, да. То есть, когда он приезжает, у них хорошая команда, которая... Я не скажу, что они будут, наверное, бороться за выход. Скорее всего, они будут в серединке, может быть, чуть ближе к стыкам, скорее всего. Но команда хорошая, средняя команда, да. И Макарена, как бы, я считаю, что у них прям вот совсем равные, в принципе, у них и по набору игроков. У Макарены Тарас там, да, капитаны. Да, 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 то есть он там как бы калашматит гол за голом тоже. Поэтому у них абсолютно равная игра. Вот, ну, мы это и увидели, что это получилась заруба на все времена. Так сказать. Флагман, в свою очередь, вроде одерживает две дежурные победы над Тамика и над Фениксом. 7-2, 4-3, но при этом с Тамикой играет 4-3 упорнейшую игру. При этом Тамика чуть ли не в меньшинстве, по-моему, там играет. Я, вроде, слышал, что Феникс точно был минус один. И Феникс тоже играет минус один. Вот почему вы думаете, вроде бы команда идет на пятом месте, но при этом с низами, да, так скажем, на которой внизу таблицы идут команды, вот, такие мучения. Ну, на самом деле, у всех по-разному. Нам тоже тяжело играть, когда вот мы тоже играли с Фениксом. Они тоже были минус один. И для меня первый тайм это было вообще, я хотел уехать просто. Настроиться сложно, да? Настроиться сложно и объяснить людям, что, ну, хорошо, ребята, приехали минус один, но играть надо в любом случае. А люди ходят, как бы, ну, сейчас само залетит, сейчас само залетит. И мы там первый тайм закончили с ними, а, мы бы еще и пропустили первыми. А то минус один умирает на поле, да, чтобы подвиг совершить. Да, и как бы пропустили первыми, и я поэтому говорю, что потом мы, конечно, там накидали пол на авоську, но просто это было все с криками, ссорами, с тем, чтобы люди не расслаблялись, а продолжали играть, да, то есть мы пропускаем 16 от москвича, здесь хотя бы надо как-то пробовать выравнивать. Понятно, что не в равных условиях, но если уже люди соглашаются играть и выходят, то будьте любезны, да, исполняйте свои прямые обязанности. Это что касается вот минус одного, да, в играх. Ну, это зачастую, когда удаление происходит, да, обычно на минус один даже тяжелее играть. Да, мы вот когда, допустим, Сокол играл с минус один, до удаления было в игре, мы наоборот прибавляли, играли сильнее, и могли даже дожать и выиграть. Но это вопрос... Соперник не ожидает, и ты в этот момент как бы... Здесь вопрос включал. Конечно, это очень... А так, ничего удивительно, вот в результатах флагманы лично, я бы не стал бы делать на этом большой акцент, что как бы так сыграли. Главное, три очка взяли. Также миф Айв играли в этом туре, Айв выиграл со счетом 5-2, но вы знаете, Айв вроде бы ниже идет, но вот обыгрывает миф, вообще неплохие результаты у Айв, на удивление. Абсолютно неудивлен, честно признаюсь, потому что мы с Айв играем уже там, не знаю, сколько третий сезон или четвертый, вместе так получается. Там от сбора что ли зависит? Во-первых, у них, да, у них от сбора зависит, потому что у них ребята все молодые, я так понимаю, да, и не всегда там они собирают состав, но когда они собираются, они играют со всеми очень хорошо, и я бы так сказал, что в принципе Айв и миф, они по уровню, ну, один уровень команд, то есть это то же самое, что мы говорим, «Ред Зори» и «Макарена». А «Лимпо» не обыграли, в котором матч мы транслировали? Ну вот да, что в том-то изъяло. Возвращаясь к разговору при предыдущих передачах о том, что 2А – это дивизион, который любой может хлопнуть любого. Поэтому, меня вот честно, эти результаты, там кто-то из наших ребят, «Ой, ты представляешь, эти хлопнули». Я говорю, ну а что, хлопнули, хлопнули. Здесь как бы вот так будет весь сезон, я так понимаю, я так вижу это. Ну, в принципе, да, мы отмечали не раз, что 2А – достаточно равный дивизион, вот, то есть, любой может хлопнуть, за исключением, наверное, москвичей тираны, он как в 2Б, как в 2А… Ну, на форуме пописывают, что тоже скоро ждет участь, кто-нибудь их хлопнет. Не, ну кто-то в любом случае. Кто-нибудь 2 автобуса привезет и кого-нибудь вперед кинет. Ну, москвичи, пусть сыграют друг с другом, если только. Ну, и про 2Б, про 2А, Максим, есть что еще? Я бы, наверное, сказал, что про Литуаль еще. да. Последние результаты, конечно, удивляют. но отсутствует капитан, лидер Сергей Жмычков. Ну, всем нужно отдыхать, работать, отдыхает он сейчас. Во Вьетнаме. Во Вьетнаме. Да, Шлем ему большой привет. Но, несмотря на то, что команда вот и в нечу с адреналином сыграла 1-1, да, и тем же Радзурим, про который мы говорили, проиграла 2-3. Тем не менее, я думаю, с возвращением Сергея все наладится в Литуале. И на днях команде исполнилось 18 лет. Мы через передачу поздравляем этот замечательный коллектив, который играл в высшей лиге, в первом дивизионе. И желаем успехов обязательно в 2А. Может быть, наверное, стоит пару слов сказать о Мистерии, которая также в лидирующей группе находится. Но вот то, что она обыгрывает по санитуре не стандарт 7-1, а при этом до этого проигрывает Мифу 1-3. Опять же, подтверждает те слова, что в этом дивизионе может каждый, каждого. Варис, что Мистерия самая хорошая, интересная игра. Согласен? Да, это, наверное, по этому сезону наравне, наверное, с подиумом. Я бы сказал, если ты говоришь, что медик отказывается выходить, то Мистерия, я думаю, с радостью выйдет и по игре она в первой дивизионе вообще не растеряется. Вот это, наверное, единственный был соперник, который, как бы, мы сами тоже виноваты, сыграли плохо, но они нас укатали 5-0, и я даже ничего ребятам не смог сказать, потому что очень хорошая, отлаженная игра, и, наверное, по игре, если смотреть, то, наверное, Мистерия мне показала самый сильный. Кстати, с москвичом эта встреча транслировалась, на мой взгляд, самое сильное, как бы, противодействие москвичу оказало именно Мистерия. Там 0-0 было до 55-й минуты примерно, и только в концовке москвич, чтобы мог забить два мяча. Ну, очень здорово сыграли, я смотрел игру и обзор. Хороший коллектив, да. Да, действительно, очень достойная команда. Ну, нас ждет еще интересные матчи в эти выходные, Иван, что пожелаешь своей команде и вообще вот командам, которые участвуют в 2А дивизионе? Ну, своей команде, естественно, пожелаю 6 очков взять в эти выходные, потому что у нас две игры, с Томекой и с Олимпом. Остальным я пожелаю командам в нашей, в 2Б, соответственно, чтобы ребят, самое главное, вот просто у меня не выходит из головы это видео, которое крутится, по-моему, в первой лиге ВКонтакте, когда там вратарь прыгает с двух ног нападающему в грудь, ЦДН с турбином. Но мы обсуждали 1-й дивизион. Наверное, да, я просто не... Но у меня не выходит из головы до сих пор, я смотрел эту гифку и не могу понять, как это вообще бывает такое. Вот я поэтому хотел бы пожелать, чтобы все ребята, как бы все общаемся, знаем друг друга, чтобы чтобы не было такого у нас, чтобы мы не забывали в любом случае результат, не результат, мы все играем в футбол, едим один хлеб, чтобы было уважение с самого рода. Ну, мы желаем тебе футбольного долголетия, не только личностного, но и футбольного клуба твоего, перегнать и летуаль и догнать еще. Вот у нас был в гостях капитан команды Сокол Иван Лихоманов. Друзья, ну а за спиной Максима Киселева мы втихую, кратенько обсудим дивизион 2Б, благо, что у нас сегодня в студии эксперт по 2Б дивизиону, представитель команды форума, наш коллега, штатный сотрудник Запада Николай Воров, Коля, приветствую тебя. Всем привет. Ну, мы знаем, что Максим у нас представляет дивизион 2Б Атлетика, но о его команде мы часто говорили в предыдущих передачах, поговорим о других командах. Также Коля, вот скажи, пожалуйста, есть ли смысл говорить об импульсе? Об импульсе я думаю, что особого смысла нету. Команда продолжает держать лидерство, и я думаю, что она его не отпустит. То есть импульс будет таким у нас первым номером на протяжении всей дистанции всего сезона. А импульсе либо хорошо, либо никак. Да. Как ты думаешь, есть ли какая-то команда, которая может отобрать у них очки, или если только импульс не заберется, или же приедет в шестером, условно говоря? Не, не стоит никогда исключать фактор какой-нибудь случайности, поэтому мы уже видели, что прошли несколько эпизодов хороших игр, в том числе Феникс 99 поборолся, и был близок к тому, чтобы отобрать очки, минимальное поражение 4-3, Ватутина поборолась тоже, также 4-3, когда мы еще в прошлой передаче рассуждали, что в конце матча они не удержали Евгения Лямцева, и все-таки тоже импульс забрал все три очка себе. Так что ребята готовы взять реванш, взять, может быть, даже наш приз, который мы обсуждали в прошлый раз, и я думаю, что может быть такое, что импульс, когда наберет достаточно уверенную дистанцию, в какой-то момент может где-то и дать слабину, соответственно, как раз придется та команда, которая сможет ее обыграть. Ну, наверное, вряд ли, да, можно рассчитывать, тем не менее, на какую-то интригу в чемпионате, ну, с точки зрения первого места, сложно, да, представить? Да, я думаю, что все-таки такой интриги нет за первую строчку, а вот именно оставшиеся вторые, третье и четвертые места, которые дадут право выступать в стыковых матчах, я думаю, это вот здесь и будет самая борьба, причем у нас команды у нас держатся скажем так, 10 коллективов, которые там уже с небольшим разрывом друг от друга, но все-таки имеют шансы побороться за все эти позиции. Нет, ну, на самом деле, может действительно сложиться как угодно ситуация, каждый тур он меняет турнирную таблицу абсолютно по-разному. Вот сейчас, друзья, на ваших экранах сразу турнирная таблица, да, про импульс мы уже сказали, второй в Атутино 38, Барс на третьем 33, Феникс 99, тоже 33 очка, Заречья пятая 32 очка, Атлетика 31, то есть, насколько все рядышком, Коль, если по турнирной таблице, что можно сказать, есть ли для тебя какие-то неожиданности, может быть, или какие-то разочарования, наоборот? Я хочу первое отметить, что с момента нашего прошлого передачи по дивизиону у нас сменилась группа лидеров именно вторые-третьи места, Искра и Олимпик сейчас приопустились, и вот Ватутино и Барс они туда подтянулись в эту группу. Ватутино набрало себе неплохой запас как раз за счет того, что осечкой допустил Барс. он сыграл принесенную игру со Спартой, ты, Миш, был участником данного поединка, я думаю, что лучше расскажешь, как проходили дела. Смотря что ты хочешь узнать, кстати, вы тоже, Коль, твоя команда играла в форум со Спартой, во-первых, Спарта играет все игры с утра. Я не знаю, этим берет не этим, но Спарта, если в начале сезона это была команда, которая была на грани так скажем игрового кризиса, и, наверное, не только игрового, но и какого-то внутреннего искания людей, футболистов, организаторов и так далее. Вот, удалось найти тот же Сергей Митков, небезызвестный, который в Кристалле был, Вильяминова и все его команды в принципе они во-вторых, в первых гизенах добивались определенного результата. Сейчас он пришел в Спарту, соответственно, подтянул нескольких людей, и Спарта совершенно другая сейчас, нежели вот мы думали о том, что она какая-то будет так скажем команда для битья. Нет, абсолютно не так. Команда касаемо нашей игры грамотно оборонялась. Ты смотрел, нет? Удалось ли тебе что-то? К сожалению, нет. Не удалось посмотреть. Грамотно стало, оборонялась, поймала на ошибки, и, соответственно, выиграла. То есть, где-то даже недооценка сказалась. то есть, Спарта у многих, если будут недооценивать, потрепает нервы и отберет очки. Это 100%. Я думаю, что Спарта еще будет обновляться, и Спарта, в принципе, она была очень неплохая. Вот, понятно, что утреннее начало матча, но с точки зрения футбола Спарта выглядела как, это не парадоксально, но лучше, что там говорить. Вот, гол со штрафного был забит, победный ихний. Ну, со штрафного это, вы всегда знаете, лотерея сами, Попал, не попал, то есть, по-разному бывает. Поэтому, 2-1, вот, и все, мы не смогли, собственно, ничего сделать. Спарта спокойно оборонялась. Коля, а у вас вообще был незасчитанный голд? Точнее, засчитанный, но с пенальти, да, такой момент был забавный. Расскажи ты, вы проиграли 8-1, крупнее, тоже недооценили? Нет, мы не то, что недооценили Спарту, я соглашусь с Мишей, что это совершенно уже другая команда, если на старте сезона шло перестроение, как раз и коллектив, скажем так, несколько обрастал игроками, искалки своей связи и прочее, то уже глядя на их последние результаты, можно смело было сказать, что команда в принципе там была сформирована на 80%, я думаю, они кем-то еще доберутся, ну и сейчас уже это приличный боевой коллектив и они будут точно подниматься вверх. Наш поединок, мы предполагали, что Спарта уже более грозный соперник, чем видели его раньше, даже несмотря на то, что нам первым удалось открыть счет, мы держались наверное треть матча, но потом какая-то минута, не знаю, потери концентрации, силы закончились, нет, силы не закончились, именно потери концентрации, у нас там пока игрок отвлекся чуть-чуть, дал возможность соперник принять мяч, как бы уже выкинуть ударную позицию, его первый удар как бы в дальний угол, там через толпу игроков, ну было сложно отразить, счет сравнялся, потом потеряли немножко штрафной второй и моментально третий и два идентичных гола, мы стали уже немножко потерянными, четвертый наступил второй тайм, мы пустили четвертый мяч с углового, причем вроде как бы разобрали все по игрокам, персонально сказали, кто с кем играет, и тут же идет подача, игрок обхитрил нашего центрального защитника, вышел на ударную и беспрепятственно головой поразил ворота, после этого мы рассыпались, просто рассыпались, дальше уже пошла серия, когда Спарта стала играть элементарно в стенку, в одно касание, это все, мяч заставлялся очень быстро от обороны в атаку, и в итоге в нашем матче случилось два пенальти, один из которых пробил, игрок забил, но подвелась сетка ворот, и судья даже сам не понял, что мяч оказался в воротах, и только с нашей подсказки он этот гол засчитал, так был готов не засчитать. То есть вы еще и помогли с партией с тобой? Ну да, в какой-то мере, хотя при счете 8-1 здесь сложно сказать, что мы чем-то помогли, результат закономерен, но случился второй пенальти в матче, но уже наш воротчик отразил его, причем стоял полевой игрок. Суть, наверное, в том, что дивизион 2Б, наверное, приобрел еще одну такую боеспособную команду, которая может отбирать очки в принципе у любого соперника. Да, я полностью соглашусь, что спарта сейчас будет подниматься вверх, и я думаю, что даже вот какие-то команды, которые мы отмечали на старт сезона, они шли в лидерах, они были крепкими командами, но когда дошла очередь именно бороться с теми коллективами, которые долгое время выступают во втором дивизионе, либо уже имели опыт выступления, они начинают потихоньку скатываться, и вот как раз спарта может вклиниться в ту борьбу, опустив данные команды вниз. К такой команде можно отнести Олимпик и Искру, которые как раз встречались в этом туре. Здесь, на мой взгляд, неожиданная победа на Искры. Не то, что победа неожиданная, а с каким счетом это было сделано 10-3. Вот меня даже интересует, что с Олимпиком. Мы говорили, что здорово стартанул, вроде в лидерах, и бац, поражение за поражением, и уже они там в середине практически турнирной таблицы. Про Олимпик отмечали, то, что команда на старте сезона, ей попался достаточно удачный календарь, она играла именно с клубами, которые пришли в данный дивизион, как бы, с низшего дивизиона, с третьего, плюс какие-то команды, которые на старте были не готовы, и Олимпик в принципе забирал свои очки, как бы у них было тоже все в порядке в составе. Далее у них также на длинной дистанции начались какие-то череда травм, где-то потери, болезни, и в итоге сейчас Олимпик, когда подошел к лидирующей группе, у него всплыли проблемы, и вот он начинает потихоньку опускаться. Вот скажи мне, пожалуйста, проблема Олимпика, это какие-то внешние проблемы, травмы, несбор, или это вот сейчас просто действительно такой уровень команды, и вот такой просто середняк. Я думаю, это совокупности, потому что когда у тебя вылетает несколько игроков основного состава, а бороться тебе приходится фактически с равным соперником, а может быть даже где-то и сильнее, то все эти факторы, они не могут никак не отразиться, и соответственно клуб терпит поражение. Хотя я признаюсь, 10-3, это в данном туре у нас тур был несколько необычным, в том числе для меня, и это один из тех матчей, когда очень многие были уверены в том, что Олимпик сможет реабилитироваться, собраться и отобрать очки, но мы видим картины совсем иная, и он, к сожалению, крупно проиграл. Все абсолютно по-другому. Есть в ОФЛ и много разных противостояний, древних, так скажем, старых, вот, одно из таких Спарта-Барс, две команды еще совсем недавно становились чемпионами западной лиги, играли в различных финалах, выигрывали Москву и так далее. Команда с традициями, вот они уже играют во втором дивизионе, это тоже достаточно символично, но на позапрошлой неделе ставилась еще одна очень историческая встреча, это Олимпик и Барс, и на самом деле Дмитрий Смирнов очень настраивал свою команду против них, и говорил, что и Олимпик настраивается на Барс, потому что ну 20 лет клубы не участвуют в турнире, да, и не встречались очень-очень давно, и конечно для руководителей это была принципиальная игра, собственно и Артем Смирнов и Андрей Чеботарев, они все это подтвердили, вот в послематчевом интервью, как, кстати, Максим Киселев пообщался, очень интересно послушайте, потому что сразу поймете, какое было настроение настроения у команды. Руководитель команды Олимпик Андрей Чеботарев несмотря на поражение согласился дать интервью. Андрей, ну вот старейшее дерби Барса и Олимпика, да, что скажешь по игре вообще в целом? Ну, видно, что команда Барс более укомплектована более сильными игроками, вот, нам немножко не хватило глубины состава, не было четырех-пяти игроков старта, поэтому, конечно, сегодня было тяжело бороться, но такой матч с Барсом, с которым мы не играли, наверное, я не знаю, там, лет десять, наверное, потому что были на разных уровнях нашего футбола, вот, конечно, хотелось играть, и, в принципе, несмотря на поражение, многие из моей команды, я надеюсь, получили удовольствие, потому что игра была такая хорошая. у вас не секрет, что много молодых футболистов в команде Олимпик сейчас рассказывали вообще им про то, что это историческое дерби, то, что вы, можно сказать, являетесь ткачами истории ЛФЛ, команды Олимпик и Барс, в курсе были ребята, дополнительно настраивались из-за этого? Ну, в принципе, одна из задач сезона была обыграть Барса, и она не снимается, у нас есть ответный матч еще, конечно, рассказывал про историческое дерби, мы играем с Барсом, наверное, с 94-го года, вот, и сколько матчей сыграли, уже не сосчитать, вот, и, конечно, я рассказывал ребятам, и всем было интересно, потому что Барс одна из ключевых команд и прислала ЛФЛ. Ну, ходят вот слухи такие, что за Олимпик футболисты чуть ли не основного состава московского «Спартака» играют, вот Максименко называли в воротах, можешь еще поделиться секретом, кто за Олимпик играл из «Спартаковцев» и привезете ли их на ответ, на реванш во втором круге? Ну, честно говоря, не знаю, мы играем своей командой, в принципе, особо звезд так нет, может быть, такие просто разговоры ходили, потому что я был близок к этой академии, вот, а так, в принципе, в свое время у нас много ребят играли, которые потом заиграли профессионально, но так, чтобы из профессиональной команды у нас, ну, нету игроков. Ну, кроме Максименко кто-то еще есть? Кто-то играл? Нет, сейчас нету никого. а вот были кто-то, да, наверное? Ну, были, да, да, просто все-таки профессиональный футбол не хотелось бы раскрывать какие-то фамилии, потому что у ребят у всех контракты, и если они когда-то играли за нас, то это было любительский футбол. Ясно. Из профессионального футбола у нас никого нет. Будем сами тогда проехать журналистский футбол. Задача в Олимпика стоит выйти в первую лигу, Андрюш? Нет, задача не стоит в первую лигу, потому что я перед началом сезона реально представлял нашу силу и понимал, что наш уровень это в лучшем случае середина второй лиги. Нам очень повезло с первыми матчами, потому что в первых десяти матчах мы взяли, у нас было девять побед при одном поражении. И почти все мы выиграли и на классе, и за счет хорошего сбора игроков. Но потом я смотрел таблицу, с кем мы играли, вернее, наоборот, с кем мы не играли. Слабых команд здесь особо нет во второй лиге. Но есть команды, которые очень сильные. И я ребятам говорил, что нам надо увеличивать темп, нам везет, что у нас сейчас команды чуть-чуть послабее, чем которые будут. Но вот не смогли мы собраться, потому что у нас уже получается мы несколько поражений подряд. Пусть команда из первой тройки, четверки, но все равно надо где-то через немогу, через жилы постараться отыграть в обороне, забить свои моменты, потому что мы создаем моменты на контртаге. И если один гол забить, то совсем по-другому игра будет. Ясно. Ну, я тебе, Андрей, могу сказать в свою очередь, что тоже играя в 2б, что Олимпик тоже очень хорошая, сильная команда. И хочу пожелать успеха твоему коллективу. Спасибо. Один из представителей команды Барса, Артем Смирнов. Артем, ну вот сейчас сколько там, порядка 10 минут осталось в игре? Да меньше уже, 3 с небольшим. 3 с небольшим. Ну вот такое преимущество весомое Барса. 5-0. Как счет по игре? Раз счет на табло, которого, кстати, здесь на втором поле нету, значит, по игре счет не бывает не по игре. Олимпик и Барса идут в лидирующей группе. Вообще соперник сегодня нравится, то есть соответствует Олимпик лидерским притязаниям в дивизионе 2б? Нам Олимпик с 95-го года нравится, как бы и давнее, хорошее, хорошо забытое противостояние, потому что Барс и Олимпик боролись за чемпионство в ЛФЛ. Тогда, собственно говоря, ЛФЛ существовал только на Западе и был один, единственный в бывшей дивизионе и это команда, которая участвовала в первом чемпионате ЛФЛ 95-го года. Так что с Олимпиком всегда приятно встречаться. В связи с этим, с вот этим историческим контекстом, подтекстом этой игры был особый настрой? Какие-то установки давали специальные своим игрокам, многие из них молоды, не знают, теперь, наверное, уже узнали, да, об этом историческом дерби? Ну, мы в первую очередь общались с руководителем Олимпика, потому что приятно увидеть старых друзей соперников. Обсуждали еще за неделю с Андреем, с руководителем Олимпик предстоящей дерби. Андрей Чеботарев? Да, 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 да. Потому что и он, и я больше всех по именам, да, Андрей, Васик, как бы, вспоминаю тех, с кем еще на поле пересекались. Так что о молодых им свою историю писать. Так что дай бог, когда лет через 15-20 и они также будут вспоминать дерби, в которых участвовали. Отличные, прекрасные традиции. Ну, а Барс вообще ставит себе задачу выхода в первую дивизион? Ну, у Барса, где бы он ни играл, что это были матчи российскую перемен западную премьер-лигу, 2б, если не ставить самой высокой цели, зачем на поле подъехать. Что ж, ну, спасибо большое, Артем, за вот этот исторический срез, да, и за свое мнение, которое мы поделились. Желаем успеха Барсу, и чтобы команды как можно дольше держались в УФЛ, такие как Барс, как Олимпик и многие другие, и были примером другим, более молодым коллективом. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, вот, что касается Олимпика, вообще, команда играет очень результативно, но, наверное, со знаком минус, потому что очень много пропускает, и вот, например, Олимпик встречался с Заречье, тоже, и Заречье выиграл со счетом 7-6, да, 13 забитых мячей, у нас, кстати, есть голы этого матча, вы можете посмотреть сейчас на ваших экранах, вот, Заречье Олимпик, да, мне казалось, что Заречье это все-таки более такая оборонительная команда, и тут 7-6, с Барсом 6-5, да, то есть, получается, когда надо, могут и в открытый футбол играть? Заречье, она умеет, во-первых, играть грамотно во всех линиях, может строить свою игру от обороны, и, соответственно, знаю, как играть, вот, как играет Олимпик, что он любит убегать в контратаке, я думаю, что здесь как-то было, вот, именно на встречных курсах, то есть, что я имею ввиду, Заречье поступательно двигалась, как бы, забивал свои мячи, когда она хотела сделать больше, Олимпик начинал ловить какие-то ошибки и убегать в контратаке, и, соответственно, догонять, и так было практически весь матч, как бы, но, вот, хорошие перестрелки, все-таки, Заречье, оно вышло победителем в этой встрече, и хочу сказать по команде, что она также имела полосу неудач там несколько матчей подряд, но в один момент она обыграла тоже в таком упорном поединке Бартс, 6-5, и после этого она пошла в гору, в гору, но... всего прошедшего тура. И вот как раз прошедший тур это второй, даже уже третий, получается, результат, который стал неожиданностью. 5-1 от Рубикона. Да, ты скажи, в чем все-таки загадка здесь, в Заречье или в Рубиконе? Ладно бы там, знаешь, счет был 1-2, там 3-2, ну, такой скользкий, можно понять, что где-то там и не удалось забить, где-то рикошет и так далее, да, можно много придумать факторов, но здесь вроде 5-1, и по счету кажется, что здесь в одну калитку. Рубикон очень неплохо играет, когда он собирается оптимальным составом. У них есть... Команда Неско тоже возрастная, у них там игроки в основном за 30, но есть нападающий Александр Суботин, который тоже фигурирует в первой десятке у нас в списке бомбардиров. Атлетики он хет-рик сделал, поэтому он умеет забивать. Вот я считаю, что Рубикон собрался и в какой-то момент, когда за речи может быть вышло чуть расслабленной, где-то не доглядела, особенно после игры с Гренадином, когда они, ну, скажем, тоже забили достаточно мало мячей, хотя это могло, как я отмечал в своей статье, они могли где-то поэкономить силы, потому что знали, что это соперник, который сейчас находится в самом низу нашей таблицы и имеет смысл подготовиться к другим матчам. Ну вот, сказался ли этот фактор в этой игре, то, что команда тоже немножко недооценила Рубикон и когда что-то пошло не так, они старались это исправить, а Рубикон наказывал за это. Хотел больше победить, видимо, и так это случилось. Ну, Рубикон тоже команда с историей, во-первых, во-вторых, помню, даже по прошлому сезону вкатывались они очень тяжело, но потом постепенно начали набирать обороты и к концу финишировали аж на третьей позиции. Так что к Рубикону тоже нужно всегда обязательно присматриваться. Да, да, возможно, это так, хотя парадоксально, как правило, к зиме клубы начинают терять людей, а здесь мы видим обратную тенденцию и клуб собирается и играет, обыгрывая такие вот лидеры, как Заречья, которая вплотную двигалась за Ватутина и именно в этом туре она немножко оступилась. Хотя имела шанс закрепиться на третьей строчке, учитывая, что Барс тоже ошибся, проиграв Спарта. Но опять же, стоит обратиться к турнирной таблице, какая плотность идет, вы посмотрите. Да, достаточно высокая, у нас пять команд, которые находятся буквально там на расстоянии трех очков, когда могут поменяться местами. Ближайшие преследители у нас Феникс Раменки из Крайских. Стоит ли вообще хвалить эту команду Феникс Раменки? Да, стоит отметить. Феникс Раменки достаточно боевой, молодой коллектив. Они очень неплохим пасом обладают, играют в стеночку, все это стараются делать на скорости, но в момент, когда они хотят забить больше, может быть, это играет против них. Они начинают чуть расслабляться. И вот в прошедшем туре с Филями, которые тоже не могут сейчас пока хвастаться высокими результатами, клуб дважды, буквально там за три минуты сумел провести классные атаки и поразить ворота соперника. Но по силам ли ему в пятерку войти по итогам сезона? Феникс Раменки задача стоит даже в четверку, как отмечал Владимир Лизнов, с которым мне удалось пообщаться после матча Феникс Раменки поэтому все-таки пятерка. Ну вот о чем говорил Николай Воров с тренером Феникс Раменки? Давайте послушаем. Итак, в шестнадцатом туре дивизиона 2Б Западной Лиги нам дается пообщаться после матча Феникс Раменки Фили с представителем команды Феникс Раменки Владимиром Лизновым. Владимир, здравствуйте. Ну да, и руководителем и тренером. И руководителем и тренером. Владимир, скажите, для Феникс Раменки это не первый сезон в второй лиге. Какую-то задачу стали на сезон? Куда планировали попасть? Вверхушку? Внизушку? Попасть в четверку. Рассчитывал. Правда, потом, конечно, подключились такие команды, как Барс. Задача стала более сложной, но от этого мы не снимаем ее. Понятно. Практически первый круг уже завершился и в принципе можно сравнить прошлый сезон и текущий. Намного легче или наоборот сложнее стало выступать в этом году. В прошлом году мы были восьмые и я могу сказать восьмые, девятые я сейчас не помню это в принципе не в девятых. Но уровень той леги был несколько иной. Здесь присутствуют такие команды как импульс, например, которые явно сильнее. В остальном достаточно ровные команды где-то до десятого месяца. И в то же время есть откровенно слабые, которых в прошлом году не было. Могу сказать, что во второй лиге в прошлом году мы играли менее стабильно, но все равно в этом году считаем, что не добрали ряд очков, проиграв Скифу, Можайскому. Причем эти команды действительно играли очень неплохо, сыграли хорошо первые таймы, очень похожие игры. 0-3 во втором отыгрывали по два мяча и не смогли этого сделать. Что не умаляет достоинства и Скифа, и Можайского, потому что это очень упорная команда, отстояли свои ворота и победили, победили заслуженных, потому что счет на табло. Это то, что мы не реализовали, это не значит, что кто-то играл плохо. Но в то же время мы проявили волю, например, за речью, отыгравшись с 2-5, неудачно раскладывавшись для нас игры. И обидно было немножко проиграли в самой концовке Барс. Было 5-5, к сожалению, продолжаются проблемы с составом из-за травм, других проблем, которые, если бы бывают игроки, ну, это футбол, то Блад в плотниках у нас еще в высшую лугу, в премьерку, поэтому мы не собираемся сдерживать игроков, которые хотят расти. Справедливо. Вы как раз замечали, что после некоторых игр, что игроки получают травмы и порой не добираете состав, насколько они серьезные, потому что в принципе сейчас Феникс Раменьки подошел к командам из нижней части и успеет ли они восстановиться как раз к играм опять с новой верхушкой? Некоторые Некоторые не успеют операции на крестах Харидинова после тяжелой травмы полуторалетнего перерыва возвращаются только в игру Хусейнов Кирилл, который сегодня забил первые голы в этом сезоне. Но, к сожалению, действительно есть проблемы и мелкие травмы, и кто-то просто травмогеничен. Есть такие болезни никуда не денешься. 20 трясений можно в команде тоже не очень это все радует. Ну, так или иначе держимся. Ну что, пожелаем, чтобы травмы все-таки отошли от вашей команды, а вам в дальнейшем набирать также очки и стабильно выступать. Да, спасибо, действительно, костяк нашей команды из района Раменки на три четверти это ребята во многом не только из одного района, это школа, кварталы, то есть они многие росли, учились в одном классе и костяк в общем-то этой команды до сих пор остается. Поэтому мы будем стараться вместе двигаться к новым цельным занятиям. чего мы пожелаем, спасибо. Коля, еще бы ты хотел отметить низ турнировой таблицы, давай по нему тоже расскажем. К сожалению, сейчас у нас все более появился очерк пятерки команд, которые не дотягивают в этом сезоне. Команды какие-то новые, в том числе Грин 1, другие пришли у нас в принципе из третьего дизиона, за исключением Альтерон, который по ходу прошлого сезона уже вступил в вторую лигу и пытался играть именно в том дивизионе, в котором он играл на протяжении долгих лет. Сейчас мы видим, что у нас достаточно большой разрыв по турнирной таблице, командам все сложнее, придется оттуда выбираться и вот череда между собой она будет как раз определять места, кто будет занимать ниши, которые напрямую отправят команду в третий дивизион и те, кому удается оттуда спастись. Пока благоприятно как раз наш форум чувствует себя, то есть имеется запас как минимум в один матч и пока соперники наши не набирают турнирные очки. Чувствуете себя спокойно? Нет, спокойно мы себя не чувствуем, тем более учитывая, что мы прошли трудную полосу и как раз после нее стали добиваться побед, прошла небольшая серия, то есть нам был такой эмоциональный подъем от этого. понимаем, что до конца первого круга остается буквально три матча, а дальше нам снова предстоит играть с лидирующей группой. И даже в этих противостоянных спарта успела обрасти своей мощью. И нам теперь понимаем, что не так просто все дается. вот эта пятерка, она и будет, включая форумы, бороться за вот эту тройку, которая опустится вниз? Да, я думаю, это так и будет, потому что другие команды более сбалансированы, но опять же, если отбросить факторы какие-то несбора того же Рубикона, который, собираясь, может обыгрывать крупные клубы, и, соответственно, я думаю, что да, пока действительно эти пять команд, которые не могут хвастаться стабильной игрой и показывать какой-то образцовый стиль, скажем так. Все на воле у случая. Коль, у нас выходные, очередной тур, да, что пожелаешь командам, собственно говоря? Мы видим уже, что в игре со Спартой уже первый матч лежал снежок. Становится довольно скользко, поэтому всем я желаю, во-первых, без травм обойтись, потому что, как отмечали и Владимир Лизнов в своем интервью, что многие игроки по ходу сезона уже у них выбыли, кто-то надолго, поэтому в первую очередь я желаю всем обойтись без травм, а во-вторых, всем удачи и новых каких-то сенсаций, интриг и неожиданных результатов, которые никто не ожидает. Сезон у нас интересный в любом дивизионе, сегодня у нас в гостях был обозреватель дивизиона 2Б, представитель команды форума Николай Воров. Всем пока. Ну что ж, коллеги, осталось нам поговорить о третьем дивизионе, здесь команд чуть меньше, но зато нам достаточно известные здесь команды, Кегли, если не получается в премьер-лиге, то получится в первом дивизионе, они уже в тройке, да, мы говорили, ну и в третьем дивизионе Кегли дубль, вообще они лидеры. Еще с прошлого сезона они, в общем-то, лидируют в третьем дивизионе и похоже, что пока этот дубль будет существовать, он будет всегда на первом месте. Ну там есть ВСАй дубль еще, есть и Балтика дубль, которые, в принципе, могут посоревноваться, да, с Кеглями, но в Балтике сейчас нужно об основе думать больше. Ну да, да. ВСАй также ведет очень ожесточенную борьбу во втором дивизионе. Зато на второй строчке расположились крылья, которые встречались как раз с Балтикой дубль, и здесь крылья поправили свое и так вполне хорошее турнирное положение, они идут прям буквально рядышком, дышат спину Кеглям, и после вот этих двух матчей у нас есть после матча интервью, давайте посмотрим. Так, после матча крылья и Балтика дубль, с нами согласен поговорить Дмитрий Иванов. Ну что ж, Дмитрий, сегодня не удалось очки набрать, да, ну и вообще, на самом деле, как-то у Балтики не очень складывается этот сезон, да, что и в первом дивизионе, что и вот в третьем. Вот, думаю я, какой же первый вопрос вам задать, наверное, вот такое, что, знаете, конечно, и Барс, да, у нас снова начал играть, начал снова играть Атлантис, но все начали так, что с лиги пониже. Вы знаете, Балтика из первой дивизионе, да, Балтика в третьем, вот не хотели ли вы просто собраться вместе на примеру второго? Ну, честно говоря, разговоры, естественно, были после серии поражений, но все единогласно приняли решение, что рановато нам еще, вот, Балтика всегда плохо начинает, на самом деле, старт сезона, и этот сезон не исключение, в прошлом году, по-моему, 8 было поражений подряд, в этом чуть побольше, но сейчас уже две победы у нас идут подряд, и я думаю, что мы сейчас улучшим эту статистику, поэтому рановато еще говорить о второй лиге. Хорошо, вот, как сегодня ваша встреча складывалась, вроде начали-то неплохо, но что случилось потом? Ну, насчет того, что неплохо начали, наверное, ну да, мы забили первые, это единственное, что было неплохо, потом было очень много ошибок именно у самих в обороне, при, даже, я бы сказал, когда мы начинали только атаки, именно, в начале атак, поэтому, часто у нас соперник прощал за это, но потом, к сожалению, наказал несколько раз, поэтому первый тайм, честно говоря, в актив сложно себе занести, играли достаточно неубедительно и не собрано, а во втором как-то подсобрались, вот, начали побольше создавать моментов, и более надежно играть, в обороне, соответственно, уже только подводила реализация, поэтому, вот, чуть-чуть бы с реализацией, может быть, мы и зацепили бачки. Ну, действительно, и в первой лиге, и в третьей, именно реализации Балтики, как раз не хватает, в принципе, по связям-то все хорошо, да, вот, именно каких-то, вот, кроме реализации, какие бы компоненты еще можно Балтики добавить? Молодость! Чуть-чуть освежить, но, в принципе, Балтика у нас команда очень, конечно же, и на западе не сказать, что старая, но очень опытная, в любом случае, уже давно существует, вот, но, наверное, чуть-чуть надо освежить просто старт. Балтика очень часто проваливает именно, где-то, наверное, в середину второго тайма, прям пропуская, бывает, за это время, по пять, по шесть мячей, просто из-за того, что из-за отсутствия сил пропадает концентрация, поэтому, вот, да, молодости нам не хватает, есть молодые игроки, но им не хватает опыта, поэтому сейчас, вот, пытаемся вот такой вот... Надо попытаться найти баланс, от этого все. Хорошо, какая же тогда вот цель у Балтики дубля именно? Цель у Балтики дубля, в принципе, играть в удовольствие, на самом деле, но, естественно, победы никто не отменял, вот, то есть, в дубле мы не наигрываем новых игроков, честно говоря, мы даем поиграть, во-первых, и основе, как в том числе, вот и мне, вот, и в то же время, все, тут, в Балтике, это же команда, где играют в основном все свои ребята с одного района, поэтому, здесь, дубль создавался для того, чтобы могли играть все, вот, как бы, цель поиграть, ну, и победа, конечно, обязательно. Ну, и этих побед я вам желаю, Дмитрий, спасибо. Спасибо большое. После матча Крыльев, Валтика дубль, рядом со мной, как раз, представитель Крыльев и игрок Троицкий Филипп, ну что, поздравляю вас с победой сегодня, да, пропустили первыми, но потом смогли реализовать все-таки свое преимущество, да, но все-таки часто прощали соперника еще по ходу матча. Как вам играла ваша команда сегодня? Сегодня хорошая игра, хорошая погода предполагала открытый футбол, мы изменили нашу стандартную, так сказать, закрытую схему на достаточно контратакующий футбол, так сказать, поменяв на атакующий. Результаты вы видели, побежали туда, побежали оттуда, первые 15 минут все немножко позабивали, что и требовалось доказать, конечно, ребята из Балтики очень цепко играли, но, что ни говорим, моменты, конечно, надо им забивать и нам забивать. Договорились первые из Балтики как бы не делать хоккейный счет, откровенно говоря, поняли, что это, так сказать, наверное, не нужно и начали играть немножко поаккуратнее. Собственно, второй тайм потягучий, но и повеселее с точки зрения таких выпадов. Вот, наверное, как сложилась игра, ну, собственно, что и требовалось для первой игры минус 2, суббота, открыли этот тур. Да, молодцы, победа, я вас еще раз поздравляю. Вот смотри, крылья у нас такая команда, два сезона есть, потом куда-то пропало, потом опять два сезона есть, куда-то пропадает. Вот что с командой в этот момент происходит? Ну, здесь все очень просто, у нас большое количество бухгалтеров в составе, а мы, так сказать, по контракту год через три, скажем так, играем, поэтому здесь год через два. На самом деле, реинкарнация крыльев произошла путем слияния нескольких сильных команд, которые объединились для того, чтобы снова в любимый западный АПЛ вернуться. Вот мы тут, с удовольствием, то есть, снова здесь. Да, ну, смотрите, слияние очень хорошо для вас оказалось, уже в лидирующей тройке, но я понимаю, конечно же, цель в этом сезоне подняться выше. Нет, ну, мы, как сказал тренер Лестера в одном из турниров, как бы, нам бы не вылететь, но вот эту задачу мы пока решаем, так что, так сказать, менеджмент команды доволен, тренерский штаб доволен, но мы, как бы, выполняем установку, не вылетаем пока. Ну, и, конечно, сложновато будет из третьего дивизиона вылететь куда-то ниже, просто потому, что у нас теперь уже, к сожалению, некуда вылетать, хотя вот раньше было достаточно много команд, если вы помните, конечно, да, там было и два четвертых дивизиона, а вот сейчас на самом деле у нас, остался один третий, и то уже совсем коротенький, и вообще, если по всем турам посмотреть, уже даже за половину, вы представляете, уже половину сезона сыграли, вот как тогда оцените вот достаточно уже такой большой путь пройденный ваша команда? Не, ну, откровенно, сейчас нечестно было узнать, как бы, что некуда вылетать, мы проведем работу с нашим, как бы, тренерским штабом по мотивации, так сказать, помним, так сказать, ад четвертых лиг, и не хотели туда, теперь даже, мне кажется, сломается игра, так сказать, мотивация упала, некуда вылететь, но на самом деле, я думаю, что все получится именно так, как и должно быть, игра, она, так сказать, такая, она по ходу наберется, ну, и смотрите, на самом деле, вылетать-то некуда, а вот если посмотреть, таблица крыльт наоборот, должны как раз именно взлететь повыше в дивизиона, ну, так сказать, на нашем мире, так сказать, мы надеемся, и вы умеете, мы взлетим 100%. Да, ну что ж, желаю вам тогда и хорошего полета и дальше, спасибо, Филин. Следом у нас идет Бородино, Бородино вообще с удивительной историей, да, вот оно совсем недавно еще было на хорошем счету в первом дивизионе, и казалось, что команда потенциально может тоже противодавать на премьер-лигу, но вот как оно оказывается, что у команды играет уже в третьем дивизионе, хотя выглядит достаточно неплохо, ну и Спартак Сколково, да, вы помните, совсем недавно, это команда, которая стоящая из служащих игроков в батальонах ГИБДД, вот, и, соответственно, вообще не могли никого обыграть, было там ноль очков, да, но сейчас в этом году, в прошлом году осваивалась команда, но даже уже к концу сезона результаты в гору пошли, да, и сейчас команда, ну, и выигрывает, и проигрывает, и играет ничью, то есть, ну, более-менее стабильные результаты, и четвертое место, оно очень-очень достойное, глядишь, через год уже можно претендовать на выход во вторую авгу, но если вы здесь, да, может быть и в этом, если учесть, что все-таки кегли-дубль не имеют права выхода, то сейчас, в принципе, Спартак Сколково находится на третьей позиции, да, третья позиция, ну, по-любому даст право выхода дальше. Причем прямого выхода, да. Ну, да, ну, естественно, в одной из передач мы уделим третьему дивизиону повышенное внимание, разберем мы его, поговорим, так что, друзья, которые смотрят передачу из третьего дивизиона, да, мы обязательно кого-то из вас пригласим и обсудим третий дивизион. Ну, вот, наверное, все, да, о чем хотели мы рассказать в этой передаче. Друзья, мы теперь увидимся через неделю. В студии был Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов, Максим Киселев. До свидания, играйте в футбол. а в альфахмин, да,